Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 22 мая, весна. Друзья, очень часто спрашивают меня про расходы наши, сколько у нас уходит на это, сколько у нас уходит на другое. Ну, друзья, очень... Ну, опять же, у нас два человека и у всех разные расходы, поэтому просто сегодня, так сказать, немножко заехал в Кауфлэнд. Ну, давайте я вам покажу, что я сегодня купил и сколько это стоит. Также, заодно, что, думаю, вам будет очень-очень интересно, это счет за электричество, который мы получили с 21 марта. С 21 марта по 20 апреля. Так, вот наш итоговый счет. 212 лев, 56 статинок. Вот у нас тарифы. Вот цены на тарифы. Я все вам показываю, чтобы потом не сказали, что я кого-то где-то обманул. 212 лев, нас два человека. У нас нет ни дров, у нас нет ни пилет, у нас стоит термопомпа. Исключительно ей мы пользуемся. Счет уже меньше, чем в прошлом месяце. И здесь я вам могу сказать сразу же. Потому что 212 лев у нас сейчас идет мини-стройка. Поэтому, скорее всего, в обычный месяц счет будет меньше, потому что, ну, строители работают в бетонномешалке, тяжелые инструменты. И, соответственно, ну, это стоит, конечно же, денег. Вот вы сами можете увидеть потребление электроэнергии дневная, ночная и внизу еще налоги. Вы понимаете, что налоги? Налоги немаленькие. Ну, как говорится, мы на электричестве вообще не экономим. От слова вообще. Ну, давайте по продуктам, друзья. Друзья, клубника сезон 250 грамм, болгарская клубника, упаковочка клубники, сейчас я вам скажу, клубника по-болгарски ягоди. Вот эта упаковка 250 грамм стоит 249 лева, 1,25 евро. Производство Болгарии. Производство Болгарии, друзья. Извините, боровинки. Светочка очень любит боровинки. Вот такая упаковочка, 125 грамм. Опять же, кто производство? Производство Испания. Она стоит лев 99,1 евро. Так, далее. Ну, репчатый лук. Репчатый лук, ребятки, никак не дешевый. Он стоит сегодня 3 лева за килограмм. То производство, не вижу. 3 лева за килограмм, это значит 1,5 евро за килограмм. Окей, лука у нас уходит много. Далее. Огурцы свежие. Огурцы свежие производства Болгария. Так, лев 79 за килограмм. Это у нас получается 80 евро центов. Так, дальше, 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 дальше. Сегодня у нас вот такие грибы. Грибы Кофява Печурка. Так, кто производитель? Производитель у нас... У нас производитель Польши. Вот эти грибы. Эта упаковочка у нас стоит. Сейчас вам скажу. Подождите. Тык, 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 тык. Что-то я их не вижу. Что-то я их не вижу. Сколько же грибы-то стоит, блин? Так. Червоные ягоды, да, мать и червя. Не вижу. Позже расскажу. Ха, булочки. Булочки Кауфленд. Сегодня была акция. Ну, прекрасно. По акции мы покупаем такие булочки по 12 статинок. 6 евро центов. Это очень хорошая цена. Так. Ну, помидорки черри для салата. Помидорки черри для салата. Ну, производство Турция. Такие приятные помидорки. 5 лев за килограмм. 2,5 евро. Так. Сейчас сезон. Начинается жара. И будем варить, варить. Я буду варить свекольник, холодник. Можно назвать по-разному. Я называю это свекольник. Так. Свекла. Что у нас по свекле? 2 лева за килограмм. 1 евро. И, ребят, скажу вам честно. Очень качественная свекла. По сравнению с Израилем, свекла имеет, ну, такой ярко, хороший, выраженный вкус. Мне она очень нравится. И свекла очень полезна. Особенно, когда у нас сейчас есть и зеленый лук свой уже, и редиска своя, и петрушка своя, и яйца наши выращенные. То это тоже будет очень вкусно. Прямо сейчас буду варить в скороварке. Так. Любимая еда Светланы – это лютеница. Эта банка, наверное, ну, да, дорогая. Семь с чем-то лев. Но банка большая, и Светочка любит. Поэтому иногда покупаем. Очень вкусно, ребята. Лютеница в Болгарии замечательная. Так. Пиво. Шуменское пиво. 330 грамм. Была акция. Стекло. Пиво отличное. Пиво нравится. 75 статинок. 75 статинок за бутылочку. Так. Далее. Ну, кебабчата Старопланина. Это болгарские кебабы и свиноговяжье мясо. Вот такая упаковочка. 480 грамм. Я не знаю, правда, почему 480. 20 грамм куда-то скромчили. Она стоит 6 лев. Соответственно, это 3 евро. Так. Вы знаете, красный лук почему-то. Красный лук почему-то стоит дешевле сегодня, чем белый. И килограмм красного лука. 2,79-2,80. Это евро 40. Ну, как же без мяса. Как же нам без хорошего мяса. Свиная шея, друзья. Была акция в Кауфленде. Килограмм 9,99 лев. 10 лев за килограмм. Достаточно нормальная на сегодня цена. 5 евро за килограмм. Ну, и шею вы можете делать все, что хотите. Скорее всего, замариную и сделаю-ка я хороший-хороший шашлык. Добавлю в маринад пиво, лука, соль не добавлю, перец и не может быть немножко специй. Шашлычок будет роскошный. Ну вот, я дождался, наконец, акцию на кофе. Обычно кофе я покупаю в Турции. Сегодня вдруг, в Кауфленде, 200-граммовая банка Якобс Голд стоила 12,79. Обычно она счета 21,22. Ну, купил баночку. 6, сколько? 6,40 евро. Да, 6,40 евро. Любим мы сметану. Ну, как же, какой свекольник, какая картошечка, какие грибочки без сметаны. В Болгарии сейчас достаточно много разновидностей сметаны. Это даноны. Заквасана сметана 20%. Была, да, да, была акция. Друзья, мы, в принципе, мы смотрим на цены. Мы не метем с прилавка все, что хотим. Мы не ездим специально за продуктами, когда есть акции. Но, естественно, когда есть акции, мы покупаем по акциям. Ну, никто здесь не миллионер. При том, что дано на отличная сметана 3,80. 3,80 за 380 грамм. Густая, не болтается нифига. 3,80 за банку. Это получается у нас евро 90. Так. Ну, и вот один очень интересный напиток. Я не знаю. Многие скажут, что они это не любят. Это уза. Греческая уза. Бренд Пламари. Ну, это один из лучших брендов узы. Израильтянам, чтобы можно было объяснить, это просто арок. Анисовая водка. Очень мало кто ее любит. Мне она очень и светочке нравится. Мы ее морозим. И потом она становится такого белого цвета. Конечно, ну, нельзя ее, конечно, сравнить с болгарской мастикой, которая 48 градусов. И все-таки уза Пламари греческая. Это оригинал. И это вкусно. Так. Ну, вот, в принципе, иногда делаем такие закупки. Я все ищу. Нет. Ну, она не могла бы на эти грибы не посчитать. Ну, не знаю. Не вижу я цену грибов, чтобы не затягивать. А, 500 грамм. Да, да, да. Кофява печурка 500 грамм. Полкило 4,99 лев. Два с половиной евро. Значит, что из этого я буду готовить? Я буду делать грибы. Грибы я буду делать со сметанкой. Пожарю их с луком и со сметанкой. Наверное, отдельно отварю пасту. И сделаю такое немясное сегодня... Немясную сегодня еду. Вот как-то так. Такой небольшой обзор. Самое главное, я думаю, вам интересен будет счет за электричество. С 21 марта по 20 апреля без экономии абсолютно. Работали рабочие. 212 лев. Это 106 евро за один месяц. Хорошего дня. Успеха. Хорошего настроения и позитива.